Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашнего майонеза. Он не только очень вкусный, а также полезный, потому что не содержит консервантов. А продукты, необходимые для приготовления домашнего майонеза, найдутся на кухне у любой хозяйки. В этом процессе есть два важных момента. Первое. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И второе. Для приготовления майонеза мы будем использовать погружной блендер. В чашу блендера наливаем 200 мл растительного масла без запаха. У меня здесь есть отметочка. Наливаю. Итак, добавляем 1 третью часть чайной ложки соли. Отправляем сюда чайную ложку сахара без горки. Добавляем горчицу. У меня пол чайной ложки. Если вы хотите, чтобы в майонезе был более выраженный вкус горчицы, можно взять 1 чайную ложку. Также отправляем в чашу блендера 1 столовую ложку лимонного сока. И в самую последнюю очередь отправляем в чашу блендера яйцо. Так, чтобы желток у нас не разбился, а остался целым. Далее, ногой блендера накрываем яйцо, опускаем ногу до упора, включаем блендер и начинаем взбивать, при этом не двигая ногой блендера. Взбивать буду на максимальной скорости. Первые несколько секунд взбивания ногу блендера не отрываем от дна чаши и не делаем никаких движений. Когда появляется из-под ножа майонезная эмульсия, тогда начинаем делать движения ногой блендера по дну чаши, не отрывая ее при этом от дна. И только когда майонезная эмульсия заполнит 2 трети масла, тогда уже можно приподнимать ногу блендера для завершения процесса взбивания майонеза. Как только у нас в процессе взбивания получилась однородная масса, выключаем блендер, чтобы не перевзбить майонез. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 250 грамм майонеза. Посмотрите, какой у нас майонез получился. Он густой настолько, что даже чайная ложка стоит, не двигаясь. Ну что ж, друзья, вы сами убедились, что домашний майонез готовится довольно просто, а блюдо с ним становится гораздо вкуснее и полезнее. Его можно использовать для приготовления салатов, бутербродов, для запекания, при этом зная, что он приготовлен из натуральных продуктов. Желаю вам приятного аппетита и легкого процесса приготовления. Всем пока!